Это программа День с толком в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Добро пожаловать! Какими новинками удивят аграрии на сибирском Дне Поля? Случайно ли совпадение? Я вам поверю, что это не послужило тому, что Вера предложила к этому могу купить. Почему несколько квартир умерших пенсионерок унаследовала риэлтор? Вместе целая страна, как Алтай готовится отметить рождественские чтения. Крупнейшие мероприятия в сфере сельского хозяйства День сибирского поля проходит сегодня в крае. На Алтае в Павловский район съехались представители сферы 270 российских и зарубежных агрокомпаний. Выставка продлится два дня. Предприятия представят все, что нужно для ведения сельского хозяйства. Семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты. Привезут и крупный и мелкий рогатый скот. На Алтайской аграрии продемонстрируют около 20 видов новинок сельхозтехники. В ежегодном отраслевом форуме принимают участие также представители правительства России, Госдумы, Минсельхоза и ведущие эксперты рынка сельхозкультур. Всего около 300 человек. Наша съемочная группа работает прямо сейчас на агрофоруме. Все подробности расскажем в вечернем выпуске новостей. Странная история произошла в одной из многоэтажек краевой столицы. Барнаульская пенсионерка завещала двухкомнатную квартиру чужому человеку. Новым владельцем стала риэлтор, которая, по словам соседей пенсионерки, таким же образом уже получила еще пять квартир. В истории разбиралась наша съемочная группа. 80-летняя Земфира Алексеенко жила одна в этом доме. Умерла тоже в одиночестве 5 июня. И начались споры о ее двухкомнатной квартире. Дело в том, что досталась она чужому человеку. С 2016 года за Земфирой Константиновной присматривала риэлтор – Вера Лещенко. Женщины познакомились случайно. Она просто ведет ее, она еле-еле идет там. Быстрее, быстрее, быстрее идти. Вот вот с этим можно понять, что она к ней не добре относилась. Сейчас нету, да, человека. Я вот не поверю, что это не послужило тому, что вот Вера приложила к этому руку, потому что Земфира к своему здоровью относилась. Она могла на день 10 раз вызвать скорую, 10 раз вызвать скорую, чтобы лишь бы только ей выжить и ей помогли. Через полгода Вера Лещенко – риэлтор – вступит в собственность на все имущество умершей пенсионерки. Земфира Константиновна изменяла завещание несколько раз. Квартира могла отойти Ольге Сафоновой, соседке, которая ухаживала за старушкой последний год, или двоюродной племяннице – Тане, которая изредка навещала бабушку. Но теперь даже просто зайти в квартиру не может. Она хочет фотографии взять, какие-то документы. У нее там есть вещи, которые она приходила, раздевалась, там, халатик или что там, все есть. Никакого не ходила, никакого халатика там нету. Никаких встать и можно водить. Они очень любят деньги. И за бабушкой никогда не ухаживала. Даже когда завещание на ней было, из Инфира они очень интересно выражали. И когда заболела сильно, она сказала, ей ржавого гвоздя из этой квартиры не давать. Соседка уверена, что пенсионерка подписала завещание под давлением. Ольга часто разговаривала со старушкой по телефону, даже после того, как та отказалась от ее услуг сиделки. Говорит, что Зимфира Константиновна боялась женщину, которая за ней ухаживает. Поэтому все разговоры записывались. Смотрите, чтобы у вас двери были открыты. Вдруг она меня будет лупить или что. Ага. А когда она сейчас приедет? Ну вот она сказала, сейчас придем, и я приеду. А я-то не знаю уже. Ну понятно. Самое интересное, вот у Лещенко есть схема риэлторов. То бишь, она все свои квартиры не проводит через наследственное дело. Она их все продает через куплю-продажу. То бишь, покупая квартиру, через три месяца ее продает. С 2011 года у нее такая система. Уже сколько квартир? Так продано 15 квартир. Ой, 5 квартир. Но риэлтора эти данные не подтвердила. Рассказала только, что она некоторое время действительно помогала еще одной старушке, своей старой знакомой. И та тоже завещала ей комнату на молодежной. Правовых каких-то проблем я здесь не вижу. То есть лицо, которое хочет составить завещание, может его составить в любой момент и абсолютно на любого человека. Даже на совершенно малознакомого человека. Может его составить каким угодно образом. Может самостоятельно прийти к нотариусу. Может у нотариуса вызвать на дом. В ближайшие дни Ольга Сафонова планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, следственные комитеты к уполномоченному по правам человека. Она считает, что будущая владелица квартиры, Вера Лещенко, поспособствовала смерти пенсионерки. Дарья Демиллер, Николай Шилко, День с толком. Сегодня в крае необычная, но знаменательная дата. Ровно 56 лет назад на территорию Баевского района приземлилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Долгое время этот факт хранился в тайне, потому что изначально посадку планировали в Казахстане, а на Алтайской земле космонавт оказалась из-за технического сбоя. Жители до сих пор вспоминают и первое удивление Терешковой после ответа на вопрос «Где я?» И то, что кормили космонавта картошкой и солеными огурцами, а она их космической едой. В 86-м году в память о той встрече неподалеку от места приземления установили Стеллу Чайка, это позывной Терешковой. Напомним, недавно Валентина Терешкова побывала на Алтае и прилетала уже не на космическом аппарате. Ну а сегодня в край прилетели известные актеры и исполнители Евгений Дятлов и Алена Сверидова. Откроют рождественские чтения. Оба артиста по очереди отыграют концерты в Краевой филармонии. Первым на сцену сегодня вечером поднимется Евгений Дятлов, уже завтра Алена Сверидова. 20 июня будет дан старт фестивалю и на родине известного поэта в Косихинском районе. Там на озере Красилова запланирован межрегиональный семинар молодых литераторов. Сквозь сита отбора в финальную часть попало 30 человек. Со всей страны их рукописи выбрали эксперты для дальнейшей работы уже с наставниками в номинациях «Проза» и «Поэзия». На следующий день, 21 июня, в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая, это уже в Барнауле, презентуют сборник стихов Рождественского и книгу лауреата его премии Виктора Кирюшина. Вечером в этот же день выступления все тех же звездных гостей Алены Сверидовой и Евгения Дятлова. На этот раз они вместе отыграют концерт прямо на улице возле театра драмы. 22 июня все участники и гости фестиваля встретятся в Косихе, в Еру-Лю-Ви, посмотреть, ну будет на что, обещают дегустацию народных блюд, спортивные состязания, показ ремесел, ну и, конечно же, праздничный концерт. Ну а театр «Кукол-сказка» ищет актеров. В ноябре этого года творческий коллектив переедет в новое здание на улице Пушкина и новая актерская кровь просто необходима. Сейчас в театре «Кукол-сказка» работает 12 актеров, пока они справляются со своей нагрузкой за творческий сезон, только на основной сцене выпускают по 4 премьерных спектакля и регулярно появляются новые постановки для самых маленьких. Например, уже в ближайший понедельник здесь покажут интерактивную историю о гусенице по имени Мишель Мишель, которая мечтает стать бабочкой. Режиссер спектакля Мария Любецкая говорит, что принять в труппу готовы всех желающих. Главное, чтобы у человека были необходимы актерские данные, хороший голос и пластика. Мы будем смотреть всех, кто придет, смотреть на данные, на актерские. Конечно, если люди талантливые, если горят театром «Кукол», то мы непременно все будем ждать, не будем ограничивать себя какой-то определенной цифрой. Заявки от будущих артистов театра «Кукол» принимают уже сегодня, а в августе режиссеры сказки оценят их потенциал, ну что называется, вживую. Кстати, театральное образование хоть и приветствуется, но оно не главное. В театре готовы научить кукловодческому делу. Справки по телефону, которые сейчас на ваших экранах. Отпуск близко. Многие из нас уже пакуют чемоданы, но есть и те, кто только определяется с планами на лето. Во многом их решение зависит от финансов. По данным ЦИОМ, почти 40% россиян хотели бы в этом году побывать за границей, немногим менее, в Крыму. И в банках готовы помочь всем будущим путешественникам. Летом спрос на продукты для отпускников традиционно высок. В этом месяце, 19 и 20 июня, мы предлагаем всем нашим друзьям оформить кредитную карту с лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом 90 дней. В эти дни банк будет работать до последнего клиента. Пункт про беспроцентный период особенно радует, ведь благодаря грейс-периоду в 90 дней можно провести отпуск без переплат. Отпуск ближе и доступнее, чем кажется. Для тех, кто хочет повидать мир, нет никаких препятствий. А подобрать правильный инструмент можно 19 и 20 июня в банке Восточной. Спонсор прогноза – компания Валар. У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok